Теплоход, на котором отныне находится наша студия, называется Лондон-Москва. Между прочим, теплоход необычный, он весь раскрашенный, красивенький. Вы пока этого не видите, а мы с Мишей видим. Да, я Михаил Кириллов, и здесь со мной рядом Алина Маслова. Еще Иван Ягода, художник уличной волны. Вот так это называется. Сейчас будем выяснять, во-первых, что это такое. Что такое художник уличной волны, Вань? Ну, собственно, это художник, который любит рисовать на улице и начинал свое творчество с граффити и стрит-арта. Эта тема заклеснула у нас в 2000-х, мы долго в ней разбирались, копошились. Она преобразовалась из вандализма в более культурное. Сейчас художники, которые рисовали граффити, уходят в музеи, их начинают ценить, у них заказывают работы, и не только на стене, но и картины. Получилось так, что они не похожи на просто художников, они какие-то другие, потому что у них есть бэкграунд такой уличный. Собственно, такое название придумали. Но они баллончиком все равно рисуются или нет? Ну, часто очень баллончиком продолжают рисовать, да, полномасштабные картины, там, два на два для них не проблема. Ну, да. Давайте поговорим о том теплоходе, на котором находимся мы. Друзья, если вы знаете, точнее, если вы будете здесь, то знаете, он называется Лондон, Москва, и именно его расписали вы и ваши соратники. Сколько вас было человек и что вы тут делали? Как вообще сюда попали и как вас пригласили сюда? Ну, началось это все где-то в апреле, еще была практически зима в Сибири. Ребята вот из речи флота сказали, что у них есть серия теплоходов, и они хотят их как-то преобразовать, сделать ярче. Надоели белые. Как раз-таки ремонт какой-то вот у них надвигался. Они говорят, зачем нам ремонтировать это все в белый цвет красить, если можно разрисовать. Тем более это может быть инфоповодом, и люди уже готовы, им будет приятнее на более ярких теплоходах кататься. Мы начали работу с идей, предложили им несколько концепций. Там было, ну, начиная там про природу, например, разные страны предлагали там африканскую этническую штуку нарисовать, потом хохлому, как наше народное творчество. Ну, это вот одна из идей была. Другая была, это по странам, по городам, туризм. То есть теплоход, это вообще ты вырываешься из города для того, чтобы какой-то туристическую прогулку совершить. Соответственно, тему туризма мы пытались отобразить вот в виде разных интеграций. У нас была, ну, так как у ребят серия теплоходов, ну, их не один, а семь. Они сказали, мы хотим какую-то идею, которая включала бы в себя возможность размножить, но при этом не делать одинаковыми их. И мы придумали идею вот про путешествие. Это теплоход там Токио-Москва, Лондон-Москва, Париж-Москва, да, можно Нью-Йорк-Москва, какие-то такие колоритные, выбирать места, в которые человек хочет попутешествовать и одновременно прокатиться по Новосибирскому. Все семь, получается, вы расписывали или как? Мы не расписывали семь, мы расписали один, но идея такая, что можно размножить, если они в следующем году решат ее продавать. Ага, а, то есть это первый такой дебютный? Да, с потенциальчиком такой. А как это происходило? То есть вы и 15, и 14 человек зашли сюда. Во сколько зашли, во сколько вышли? Или это было несколько дней вы расписывали этот теплоход? Конечно же, несколько дней и, по-моему, даже недель. У нас было две недели. Каждый день прям заходили и писали здесь? Ну, каждый день часов по 10, наверное, даже. С одним выходным в неделю очень тяжелые условия были, потому что ребята, теплоход запускают в начале, ну, в самых, еще холода стоит практически, народ не катается, то есть там плюс 10. А нам нужно было до этого момента нарисовать. Соответственно, это было от нуля до плюс 10. Иногда снега-дождь, иногда... Дождь, что снег. Иногда чисто снег, да, иногда шторм. Плюс ко всему, как выяснилось, тут есть борта, которые красить очень тяжело. Я представляю, что это нам выдадут какой-то плод, лодку, но представление мы не оправдались. Вплавь, что ли, там пытались? Ну, вплавь это невозможно было, когда ледяная... Кто вас знает? Пристегивались просто и на страховке как-то свешивались и красили все это. А, то есть так... Ну, теплоход в этот момент не плыл. Теплоход не плыл, но одна сторона к берегу была припаркована, а вторая это в сторону воды. Ну, и там такой... Ну, все-таки, вот Лондон, да, как выбирали, что, где нарисовать? Лондон. Вот утвердили у нас идею путешествия, как было. Выбрали город, страну, все, Лондон берем. Начали визуализировать, смотреть вообще, что в Лондоне происходит, как можно это совместить с теплоходом, и поняли, что теплоход, он двухэтажный. Вот именно вот эти вот модели, которые в Новосибирске существуют, они бывают в Питере, например, одноэтажные. У нас двухэтажные. Соответственно, это очень хорошо скрещивается с двухэтажными автобусами, которые в Лондоне. Да, 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 знаменитые лондонские двухэтажные автобусы. У нас вот, можно сказать, знаменитые двухэтажные теплоходы, и мы покрасили его в такой же красный цвет. Красный, синий вот с флага взяли, немного бежевого добавили такого с флага. Сдвинули цвета в ретро, такие немного приглушенные цвета, то есть на флаге они синий, красный и белый, а мы сделали такой немного бордовый, немного синеватый, приглушенный и бежевый. Он такой ретро-чемоданчик получился стайловый. Ну и образы взяли города, наложили их на теплоход, у нас утвердили. Вы утверждали, да? То есть не было такого, что запускают вас сюда на теплоход, вы сами решаете, что и как нужно делать? Практически, 50 на 50. Сроки горели, задница в огне уже была, и мы утвердили только внешнюю часть. А внутри уже вот так вот, раз, раз. А внутри уже были такие моменты, такая магия происходила, то есть вот здесь есть таксофон, который вписался, потому что мы увидели, что он по ширине будет класс смотреться. Там есть такси, автобус тоже нарисованный, из окон, вот, по проходам, по вот этим боковым, нижним. Было очень тяжело сделать визуалку, и мы просто на месте ориентировались, смотрели, что вот есть окна, они похожи на окна автомобиля, ну и превразовали их в автомобиль, уже на месте. Вы, то есть, одновременно все 14 человек все время красили, то есть каждый день? Ну да, да. Дышали вот этими химикатами очень вредными, да, и потом вас окружилась голова после того, как вы 10 часов проводили. У нас краска безвредная, так что все нормально. А здесь вот это все раскрашено тоже баллончиками? Мы рисуем не только баллонами, и 14 человек что делали? То есть я вообще идеолог и куратор этого проекта был. То есть вы просто наблюдали, все стали работали? Да, командир. Строки горят! Да, вот это? Работать, шнели, солнце еще высоко. Да, да, да. У нас дружная команда, есть ребята, которые помогают в процессе, они не могут принять решения какие-то, где концептуально что-то разместить, но очень хотят участвовать в процессе, вот благодаря тому, что я организовывал фестивали ежегодные, окрашено, у меня такая банда собралась плотная, лояльная аудиторией, и, собственно, они помогали. Ну, можете посмотреть, все, что вокруг там, даже подоперил, все это нужно было перекрасить, и этим кто-то должен заниматься, вот, поэтому вот 14 человек и помогало. Ну, давайте, наверное, от теплохода немножко отойдем. Вообще, как начали заниматься этим видом искусства? Теперь, кстати, оно уже, ну, действительно, не только популярно, оно уже и признанное, уже никто особо вас и не ругает, это как было раньше. Как начиналось? Друзья, можно, прежде чем как начиналось, вас хоть раз, в общем, крутили, вам наручники надевали, ругали вас, увозили, били, за то, что вы подошли с баллончиком, что-то где-то написали? Это, поздравляю, самый популярный вопрос. Поздравляю, самый банальный, популярный вопрос. Поздравляем тебя, твоя карьера идет плавно вниз. Слава Богу, мне его задавали много раз, отвечал я много раз, у меня в запасе и много историй по этому поводу. Действительно, животрепещущая тема, потому что в Новосибирске, например, до сих пор нету легальных мест, где может человек нарисовать что-то. Нету все-таки, да? Нету, то есть вот прямо, чтобы мэрия выделила бумагу, вот место вам, вас много, рисуйте вот здесь, что хотите, это вот ваша зона. Нет такой зоны, все равно. Они более-менее привыкли уже, там, в полиции, в администрации, нету какого-то там... Преследования. Преследования, да. То есть никто не третирует художников. Ата-та еще, да? Да, даже ата-та. Есть места, где даже ата-та не делают. То есть просто можно приходить рисовать, но официальной бумаги нет. Все равно это как-то нелегально. Проблемы в экстриме, в каком-то там на улице, конечно, существовали. Приходилось и убегать, когда недопонимание было, и как-то объясняться. Но, если честно, больших прецедентов у меня не было. Ну, вот один был момент, когда мы убегали втроем. Одного из наших поймали и спросили, зачем ты убегал? Нам пришлось за тобой бежать. Сказать спасибо. Нет, не чтобы сказать спасибо. Автограф. Они увидели ребят с рюкзаками. Ну, они не видели, что мы рисуем, мы просто с рюкзаками уже убегали. И у них была ориентировка. Кто-то грабанул квартиру. Они искали грабителей. Соответственно, мы очень хорошо подходили. У нас рюкзаки с чем-то там. Когда они увидели, что у него баллоны, просто очень сильно расстроились. С телевизором, с видеодвойкой. Знаете, Иван у нас не грабитель. Иван это художник, как правильно? Уличной формации. Волны. И с ним мы продолжим беседу через некоторое время. После небольшого информационного блока. Мы по-прежнему находимся на теплоходе Лондон-Москва и готовы вам рассказать и показать, как же он выглядит после того, как 14 человек, 15 человек, зашли сюда, художники, и раскрасили его. Под руководством Ивана Ягоды, да. Иван, расскажите вообще, как вот я с той части интервью, как все-таки пришли-то в это искусство? Началось... Это не банальный вопрос? Вот скажите мне, пожалуйста. Это нет, это нет. Мы с Иваном договорились, что мои вопросы не банальны. Ладно, договоримся. Вопрос такой задают мне часто, но... Но он не банальный. Но он не банальный. Что можно сказать? Учился в художке. В какой-то момент занимался спортом. Мне мама сказала, хочешь быть тренером или рисовать? Я говорю, рисовать больше. Зачем мне тренером? Ну, более интересно, более глубокая тема мне показалась. Тренироваться так просто для здоровья мне нравилось и все. И... Ну, чем это сумо, конечно. Или какой вид спорта? Фехтование было. Такое. Да. В итоге, ну, как-то затянуло... Были курсы типа брейк-данса, знаете, вот этот хип-хоп. Да, да, да. Ну, это же как раз тоже, это смежная какая-то штука. Смежная штука, да. И там вот как-то вот на начальном уровне все это преподавалось буквально там. Ознакомительные курсы на месяц прошел, притусовался с теми, с кем учился, и мы с ними просто начали ходить потихоньку. Ну, возвращаясь к тому, что вот преследование и так далее со стороны полиции и других правоохранительных органов. Вот, а интереснее, когда за вами все-таки, ну, есть какая-то опасность, либо когда уже вот сейчас вроде как это можно. Ну, официально, как вы сказали, нету, но в целом к этому относятся лояльно. Вот сейчас менее интересно, чем когда вот-вот за тобой придут. С драйвом таким, да? Да, с драйвом. Это же экстрим в каком-то смысле. Драйв нужен по-любому. Но кого что драйвит? У разных людей разное топливо заливать надо. Вот. У кого-то это адреналин, и они любят как раз вот это вот ощущение там опасности. У кого-то драйв вызывает реализация идей. Чем масштабнее, чем круче там скорость реализации этих. Мне нравится, когда мои идеи максимально масштабные, максимально быстро реализуются. Поэтому запреты всякие, там, преследования, вот эти вот в темноте рисования для меня очень тяжело даются. Всегда давались тяжело. Потому что, ну, качественно выразить свою мысль в условиях таких схованных сложно. Ну, то есть, скорее, творческая личность художника, да? Да, да. Мне скорее больше нравятся концепции, всякие идеи, идейные рисунки. Давайте вернемся к нашему все-таки теплоходу, который называется Лондон-Москва. Хотелось бы, чтобы вы поделились с нашими зрителями теми объектами, которые, например, дались, там, сложнее всего. Вот что прямо... Именно на теплоходе. Очень много времени потратили, раскрашивая или презентуя вот тот или иной объект. В целом, вообще могу сказать, что сложнее всего далась просто фоновая покраска под рисунок. Потому что работа две недели... Это долго и муторно, да? Да, тут очень много оказалось всяких деталей. Теплоход такая техническая штука, там, лючки, тут какие-то крышечки, там, вентили, ручки, перила. Вот это все мы готовили дней, наверное, 10, и потом дня 4 рисовали. По сути, это было сложнее. И пока мы 10 дней готовились, мы придумали практически уже все элементы, что где будет. Ваш любимый элемент какой? Да мне все нравится. Я бы просто его описал по кругу, как он снаружи... Мы придумали, так как он подплывает к людям, он должен издалека красиво смотреться. Мы его покрасили верхний уровень в красный, нижний в синий. Наверху изобразились силуэты узнаваемые не Москвы, а Лондона. А нижняя часть, она в такой лондонской клеточке. Это популярная там у них история. Клеточка... Принт такой популярный. Да, да, принт паттерн. А внутри уже более близкие объекты, более мелкие такие расположили. Там и значок андеграунд встречает, когда спускаешься на корабль. То есть как будто бы... Это вот на нижнем уровне. Мы его назвали андеграундом. Песик популярный, с которым можно сфотаться на задней палубе. Таксофон, естественно, популярный. Известный английский... Ну, Биг Бен, естественно, все виды. Ага. В Новосибирске вот ваша работа где-то есть сейчас в городе? Есть. Самая большая моя работа, это на самом деле ежегодный фестиваль «Окрашеный», который я мучу уже три года. Это дворик, который мы преобразовываем. Делаем музей под открытым небом стрит-арта. Силами там тоже многих художников. Но я просто инициатором выступил. Таким мостиком с мэрией соединил. Все разрешения для художников получил. Да, спонсорство нашел. И все это, в общем, делаю. Ну, а так рисуем. Бывает и на заказ. Ну, из интересных сейчас трамваи ездят. А, вот, кстати, вы их раскрашиваете, да? То есть получили? Да, да, это был первый такой необычный опыт с транспортом, который начал ездить по городу. Наверное, может быть, у владельцев теплохода эта идея родилась после трамвая. Ну, вот если, например, брать во внимание то, что сейчас вам доверили теплоход, трамвай, а если бы вам доверили раскрасить Новосибирск, что бы вы сделали? Вот полость. Да, какие элементы, по-вашему, какие здания точно нуждаются в реконструкции именно ваших таких художников, как вы? И что бы вы там изобразили? Ой, очень много всего. Ну, например. Да, мы обсуждаем. Есть в центре у нас и улица Ленина, и Советская. И на ней очень много полуразрушенных фасадов, вообще практически как после войны, на которых можно не только ремонт произвести, но и сделать роспись. Потому что глухие фасады, они уже во многих городах России, в Москве активно разрисовываются, в Европе тем более. У нас это просто, я бы сказал, панацея для города, потому что он серый, все его там называют, хейтят за это. Нет никакой истории, он достаточно молодой, и почему бы и не сделать это фишкой города. Екатеринбург, например, 10 лет назад, у них там инициативная группа появилась, они захотели стать столицей стрит-арта. Несмотря на то, что Питер и Москва качают, они решили сделать, ежегодно начали делать фестиваль. Я вот посмотрел, 3 года назад тоже начал, что такое в эту сторону с водишки делать. Сейчас мы прорабатываем проект на фасаде с Мариной Ягодой, с моей женой, чтобы она сделала что-то в центре города. Хотя бы в этом году хотя бы один фасад у нас стоит. На это разрешение получено? На это разрешение в каждом случае нужно по-разному получать. Вот она сейчас по жителям ходит и пытается им объяснить, что это не увеличит там трафик людей в их дворе. Там есть переживания у жителей. Как в музее будет. Да, да. То есть вроде бы городу это нужно, но в частном конкретном случае каждому владелец этого фасада, здания, он немного сомневается, потому что у него нет миссии сделать город лучше, он хочет просто спокойно жить. Сейчас популярнее становится этот вид искусства или нет? Да, я очень рад, что это популяризируется, это выходит на новый уровень, к этому меняются отношения. Уже редко услышишь вандал, там все говорят, респект, молодец, красава. А как вообще стать художником таким? Ну с чего начать? Художником уличной волны, запомни уже. Я тебя проверял, я помню все. Как им стать художником уличной волны? По-разному, очень много разных путей. У кого-то есть высшее образование. У кого-то есть? У кого-то, например, есть... В смысле художество? Тимофей Радя, такой популярный чувак, у него нет художественного образования, но есть философское. Ну, я не знаю, что-то с философией связано, в общем, но очень концептуальные просто надписи. Смотрю на руки Ивана, они в краске, представляешь? Неотмываемые. Неотмываемые? А, неотмываемые вообще? Да почему? Отмывается, конечно, просто когда ты каждый день рисуешь. А каждый день? Ну, практически, да, вот начиная с мая по конец сентября мы каждый день в свежухе. Я не могу не задать этот вопрос, и ты сейчас меня, пожалуйста, не перебивай, потому что очень много парней, девчонок смотрят, говорят, тоже хочу, умею, там, не знаю, красить, рисовать. А денег за это платят? То есть можно ли на этом заработать? Лучше бы я тебя перебил. Или это просто хобби, и здесь денег точно нет? Слушайте, ну как нет? Это же в любом случае профессия. Если это грамотно подавать, у кого-то нет, кому-то это сложно дается. Ну, мы нашли такой компромисс. Естественно, приходится делать имиджевые проекты. Типа вот, например, трамвай на день города в том году мы подарили. Мы нашли у мэрии инвестиции на то, чтобы покрыть расходы на краску, на договоренности, на все. Минимальный какой-то гонорар, там, просто на поесть, на то, чтобы подготовить его. Но какой-то оплаты не было за это достойной. Но в дальнейшем эти имиджевые проекты, они работают на... Ну да, это как такая реклама. Люди понимают, что это уже теперь искусство, что это не 500 рублей. Вот, знаешь, на краску, на тебе баллончик, раскрасим эту красоту. Спасибо, мне бы хоть так, да. В дальнейшем какие-то планы есть по Новосибирску? Может быть, хотите отвоевать, чтобы это было все легально? Или как вот? Да, мы разговариваем про несколько легальных спотов для тех, кто учится, чтобы молодая волна прогрессировала. Про продолжение на фасадах тоже обсуждаем. Ну, как-то механику вот этого утверждения сейчас как-то обкатываем. Ну, в целом, надежда есть, что это будет все легально. И у нас город будет красивый, еще красивее, чем сейчас. Ну, а пока наслаждайтесь трамваями, которые ходят, расписанные нашими художниками. Ну, и, конечно же, нашим потрясающим теплоходом, на котором мы сейчас находимся, называется он, еще раз напомню, Лондон-Москва. Напоминаю, что у нас в гостях были Иван Ягода, художник уличной волны. Спасибо вам. Спасибо. Чао. Чао, друзья. Ну, а завтра мы снова продолжим вещание с нашей теплохода-студией.